Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу ответить на вопрос одного музыканта, христианина, который знает о том, как мы делаем учеников Иисуса Христа через разные служения, которые имеем здесь, в Молдавии. Ну, вот, к примеру, в церкви, где я служу пастором, у нас есть много спортсменов. Я сам спортсмен. И мы используем спорт для того, чтобы делать учеников Иисуса Христа. На тренировках, на каждой тренировке, первый час, перед началом физической тренировки, первый час мы посвящаем изучению Библии. Все студенты, все спортсмены, они получают учебник по индуктивному изучению Библии, тогда тренер проводит с ними это изучение, это обсуждение. Они дома делают занятия, потом у них есть экзамен, они сдают этот экзамен, к примеру, тогда, когда сдают на пояса. Но этот же метод используем и в футболе, и в фитнесе, и в других видах спорта. И через это служение много молодых людей, детей пришли к Богу, стали учениками Иисуса Христа, стали тренерами. За этот счет выросло это служение. Теперь имеем очень много тренеров, имеем миссионеров, которых отправили в другие страны, и даже сейчас мы находимся в миссионерской школе, где готовим вот таких миссионеров, которые будут использовать спорт и индуктивное изучение Библии для того, чтобы делать учеников Иисуса Христа. В церкви имеем и другие такие методы евангелизации, методы ученичества, к примеру, обучение компьютеру, компьютерное служение, потом преподавание английского языка, имеем очень хорошую программу, которую мы разработали, и мы обучаем английскому языку с помощью Библии. Мы изучаем по Библии. Вот так имеем один учебник для взрослых, он называется English for a New Life, он полностью составлен по Евангелии от Иоанна. И имеем учебник детский, который называется English for a New Life for Kids. И в этом учебнике, весь учебник построен по 10 заповедям и историям из Ветхого и Нового Завета. Вот теперь у нас в Молдавии будет лагерь. С 23 июля по 1 августа 2019 года у нас проходит лагерь, первая смена. А потом сразу будет вторая смена. Со 2 по 11 августа будет вторая смена. Так что вы можете участвовать в этом лагере, посмотрите здесь на информацию, контактную информацию, свяжитесь с нами. И если у нас будут еще места, остались еще места, мы с удовольствием предоставим вам эти места и предоставим вам эту возможность. К нам приезжают учителя из Америки, из Англии. Всех студентов мы делим на малые группы и вместе с ними изучаем интенсивно английский язык. Во время второго лагеря будем изучать также и французский язык. Приезжают преподаватели из Франции. И впервые в этом году мы решили преподавать румынский язык для русскоговорящих. У нас в Молдавии очень много русскоговорящих людей. И они хотят учить румынский, но нет у них возможностей. Поэтому мы предлагаем им приходить в наш лагерь. И мы интенсивно в течение 10 дней вас будем учить румынскому языку. И это тоже будем делать по Библии. Так вот, вот так как мы делаем с этими методами, то же самое можно делать с музыкой. И я предлагаю тем музыкантам, христианам, которые хотят использовать ту музыку, которую они играют, и свои знания, и навыки использовать для того, чтобы делать учеников Иисуса Христа, чтобы они прислушались к этим советам, которые я хочу им дать. Господь Иисус перед Своим Вознесением сказал, идите до краев земли и проповедуйте Евангелие. Делайте учеников, научая их всему тому, что Я вам повелел. Значит, чтобы делать учеников Иисуса Христа, в первую очередь их надо учить всему тому, что повелел Иисус Христос. Все это написано в Библии. Если мы не обучаем людей Библии, учеников Иисуса Христа, невозможно сделать. Вы можете делать учеников по спорту, по музыке, игре на аккордеоне, на гитаре, на фортепиано, на, не знаю, канто, что-то, но только не учеников Иисуса Христа. Они последуют в этом музыкальном, но не в отношении того, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Если вы хотите, чтобы они стали учениками Иисуса Христа, вы должны научить их Слову Божьему. Поэтому вы подумайте сами, чтобы вы внедрили изучение Слова Божьего в то, что вы делаете. Если вы являетесь лидером музыкальной группы в церкви, тогда вы начните изучать Слово Божье с этими людьми. Каждый раз, когда встречаетесь на репетицию, посвятите первый час изучению Библии. У нас есть замечательные курсы по изучению Библии, есть эти 40-минутные курсы, даже есть один курс, который так и называется «Истинное поклонение Богу». Возьмите этот курс, пройдите этот курс, проходите другие курсы, и вы увидите, как сразу изменится и качество вашей музыки, качество вашего служения, и вы увидите, как эти люди будут расти духовно. Но здесь речь идет о том, чтобы делать учеников. Да, наверное, многие из тех, которые в вашей группе музыкальной, они не являются учениками Иисуса Христа. Я знаю, что многие музыканты, они только музыкой и заняты. Они очень мало или почти совсем, или совсем не изучают Слово Божье. Они не имеют духовного роста. Вы, если вы являетесь лидером, вы ответственны за то, чтобы они имели этот духовный рост, чтобы они росли. Поэтому, дорогие, подумайте о том, как сделать так, чтобы они имели этот духовный рост. Это можно только, если они начнут и будут изучать Слово Божье. Еще вы можете начинать преподавать уроки по музыке. Это будет прекрасной евангелизацией, прекрасный метод евангелизации. Вот в лагере, где будем изучать французский язык, в прошлом году один из преподавателей французского языка – это Пьер. Пьер, он певец из Франции, христианский певец. Он пришел на изучение Библии, потому что он очень хотел сам расти духовно. Потом приехал в Молдову, преподавал французский. И когда мы были в Молдове, я замотивировал Пьера, чтобы он начал преподавать уроки музыки. Он сказал, да, я уже и преподаю. Говорит, очень многие обращаются ко мне, чтобы я им преподавал канту. Ну вот, говорю, с этими людьми и начинай изучать Слово Божье. Он так и сделал. И сейчас у него, кажется, уже есть восемь учеников. Он с этими людьми, когда они собираются, он изучает с ними Слово Божье. И потом преподает им уроки канту. И он такой счастливый, потому что эти люди стали последователями Иисуса Христа. Они хотят быть учениками, расти духовно. Он очень рад, что делает это. Вот то же самое можете делать вы. Начните преподавать уроки. Те уроки музыки, которые вы преподаете, но только первый час вы уделите для того, чтобы изучать серьезно Писание. Потом то содержание, которое вы преподаете, те пения, мелодии. Выбирайте мелодии, которые христианские мелодии. Выбирайте христианские песни. Учите то, что с христианским содержанием. И выбирайте те песни, которые имеют и богатое духовное содержание в смысле научения, наставления. Там есть очень много научения. Вот такое выбирайте и преподайте им. Приезжайте к нам в лагерь. Мы впервые организовываем лагерь музыкальный. И этот лагерь будет в период с 12 по 17 августа. Будет здесь у нас в Молдавии. Это уникальный лагерь музыкальный. Еще такого мы не делали. В первый раз делаем. Но думаю, что и другие не делали еще такого лагеря. Мы приглашаем всех музыкантов. Пригласили группу Эзайзек из Америки. И еще экспертов, музыкантов отсюда из Молдовы. Христиан. И с утра, каждый день с утра до обеда, мы будем изучать Слово Божье. Будем изучать жизнь Давида. Но будем изучать Давида как музыканта. Как человека, который восхвалял Бога. Как человека, который писал музыку для Бога. Человек, который... Мы хотим посмотреть на него как на музыканта. На зрелого духовного музыканта. Мы его хотим исследовать с этой стороны. И, конечно, все вопросы, касающиеся поклонения. Мы хотим библейски осмыслить хорошо это. Потом, после обеда, эти эксперты, музыканты, которых мы приглашаем, они будут вести мастер-классы по своим инструментам. Там будет гитара, барабаны, фортепиано. Вот так. Будет, а, даже будете для тех, которые делают пауэрпоинт. Для лидеров, чтобы лидеры знали. Лидер группы из Айзек. Зак, он будет вести для лидеров. Он научит лидеров, как вести группу, группу поклонения. Как хорошо вести, как организовывать все. Так что это будет после обеда. Потом все участники в лагере будут разделены на группы. Но так, чтобы в этих группах они смогли сформировать ансамбль такой на время лагеря. И в этом ансамбле они должны будут сочинять песни, исходя из того, что мы будем изучать из Писания. И потом они должны будут также вечерами исполнять, готовить эти песни, потом исполнять эти песни. И даже хочу, чтобы те самые лучшие 10 песен, которые будут в этом лагере, чтобы мы их потом записали в самом лучшем качестве, и чтобы они были на Spotify. И диск, чтобы мы записали с этими 10 самыми лучшими пениями. Поэтому, дорогие, приглашаю вас в лагерь. Если вы смотрите это видео, наверное, вы уже принимаете участие в этой группе восхваления, в церкви, или вы музыкант, или имеете какое-то отношение к музыке. Поэтому прошу вас, поделитесь этим видео на ваших социальных сетях. Не забудьте поставить лайк, комментарий. Если у вас есть какой-то вопрос, напишите здесь. Потом поделитесь этим видео и с вашими друзьями. Расскажите вашим друзьям об этом лагере. И пригласите ваших друзей, чтобы они приехали в этот лагерь. В лагерь музыкальный. Или же, может, есть друзья, которые хотят участвовать в этом лагере по изучению английского языка. Да благословит вас Господь! Игорь Негода